лапка без которой я считаю мне лично невозможно обойтись это лапка которую я очень люблю нежной любовью использую он в разных абсолютно разных случаях это лапка с центральным направителем которая работает также с системой идти для тех из вас у кого бытовые машины без системы идти но вы работаете часто с трикотажными эластичными тканями вы можете обратить внимание на верхний транспортер в интернет-магазине швейный мир с тремя сменными лапками и вот там сменные лапки входит как раз лапка с центральным направителем ну а так как у меня есть та самая моя любимая излюбленная система идти я просто покажу вам один из вариантов использования этой лапки например вариант для стачивания двух деталей в стык причем настолько сложных как вязаная деталь более того с разрезанными краями частями для этого я могу выбрать какую-нибудь просто декоративную строчку так как полотно у меня вязаная рыхлая я выберу пошире строчку отключим систему идти направитель располагаем меж двух деталей и опускаем начинаем шить не нужно скорость шитья увеличивать начните работать аккуратно посмотрите мы собрали две детали в стык и получили очень красивую сборку двух деталей эти детали можно было собрать моно нитью прозрачной нитью и тогда шва было бы вообще незаметно используйте нити точно в тон вязаному изделию если это жаккардовое изделие изделие с рисунками используйте прозрачную нить и получаете вот такие замечательные результаты мы снова выберем основную строчку и выполним строчку с расстоянием четыре с половиной миллиметра от центра направителя разверните полотно и вот теперь можно выполнить абсолютно любую декоративную строчку перекрывающую это удобно если вы выполняете декоративные строчки если вы выполняете стежку при петчворке стежку при квилтинге вам нужно пройтись по небольшим фрагментам в местах стачивания например я хочу выполнить строчку крестиком по центру а вот здесь можно вполне себе увеличить скорость шитья данная строчка рекомендуется с использованием стабилизатора а я намеренно шью без стабилизатора для того чтобы показать вам как прекрасно система айзи справляется до тонкой ткани и даже без стабилизатора посмотрите не правда ли очень красиво моя выбранная отделочная строчка полностью перекрывает толщину шва в итоге если бы мне понадобилось двусторонние изделия я могла бы применить данную строчку давайте еще рассмотрим вариант при котором я использую эту лапку благодаря направителю разделителю теперь я скажу так эта лапка позволяет нам очень тонко без нахлёста перетачать кружево к низу объединяем как видите срез ткани это срез ткани он даже не обработан и кружево вы можете видеть что я выполняю соединение кружева с тканью без нахлёста я думаю достаточно давайте посмотрим на результат и посмотрите великолепный результат разве можно сказать что вот этот край был не обработан на мой взгляд для летних изделий когда хочется как можно меньше различных подгибов это невероятно удобно мы получили идеально обработанный край и одновременно краю перетачали кружева смотрите в нахлёст это кружева смотрелось на мой взгляд гораздо бы хуже я думаю вы со мной согласитесь опять же я не агитирую нужна вам такая лапка или не нужно решать вам в том что она нужна мне у меня нет сомнений и Субтитры создавал DimaTorzok